Ну, все хорошо. Сейчас проверим, как идет. Мне еще минутка. Так оно выглядит. Так, пока у нас пасбург из Библии через Народного Киева, несколько слов, собственно, я уже не сказала, например, о масках, в том числе, читаем без масок, но в пространстве мы находимся в масках, вот уже когда мы находимся в библиотеке Тараковского, это новый отдел линии, мы направились всего 7 октября, две недели назад, и у нас было несколько событий, вот сейчас еще одно событие, чемпионат учение в слов на русском языке, и это прям ужасно, потому что здесь проходят очень-таки огромный масштаб событий, чтобы все пришли к этому, потом будет у вас минутка, какие у нас есть книги, у нас тут не очень много, но есть прям неплохая коллекция по дизайну и библиотеке, и еще мы заказываем книги из отдела в библиотеке Майкурского, то есть, на самом деле, книг у нас 2 миллиона. Вот, и к такому потихонечку, я думаю, ожидая Ольги, вот, и она прямо сейчас лечится по 8-й линии, и сейчас... Спасибо, спасибо, Ира, аплодисменты, Ирина Фрисовна, представитель библиотеки Маяковского, без нее это не состоялся бы, это наш постоянный организм, поэтому далеко не уходить, без тебя, я тут чувствую, ничего не получится. А ждем пока члена жюри, сейчас несколько слов традиционных о наших партнерах, о том, как мы закончили прошлый сезон с большим... ...как мы начали этот, с не меньшими, с невероятными трудами... ...в общественному пространству линии... ...за того, что взяли на себя рис... ...сделать этот чемпионат оффлайн, потому что от онлайна библиотеки все устали... ...ну и, конечно же, спасибо вам, дорогие открой-рочеки, дорогие участники, что пришли, вы мужественные люди... ...я знаю, что не все были готовы пойти на этот риск, писали, звонили, говорили, да, хотели бы, но вот родители из Барнаула приехали, очень переживаю... ...слышали, что в Барнауле происходит, поэтому не пойдем... ...простите, но мысленно с вами, в душе с вами, поэтому уж как-нибудь в следующий раз... ...собственно, с этого сезона чемпионат почтения вслух на русском... ...открою рот получил мировой статус... ...мы благополучно, благодаря всем вот этим неурядицам, связанным с пандемией, бесконечному онлайну... ...сумели получить мировой статус и провели, открою рот, онлайн более чем в 17 избежных странах... ...это страны Северной Африки, Марокко, Египет, Тунис, Германия, Армения, Франция, США, Аргентина... ...в общем, все мы это с большим... ...дальше... ...долго... ...пойдем этот финал... ...в мае... ...книжном фестивале... ...на Красной... ...сначала... ...там были какие-то... ...в сентябре... ...м... 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 ...в рамках... ...м... ...частичь... ...ведущие... ... ...лжи... ... ...а... ... 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 Это был москвичка, которая неоднократно принимала, что выходила до финала, и вот-вот мы получили удача. Примерно на два месяца. Этот сезон открылся в сентябре в поселок Иркутске, но вероятно, это был четвертый, поэтому добрый вечер. Иркутске, которые не претерпели, также проза и философия берет наиболее, и будет также читать запросы. Жули, вот одного знакомых, первый раз принимают участие, что-то непонятное. Но главное не в момент, когда мы по ходу дела разберем. Читаем, что значений нет. Открываем лист. Секунду на то, чтобы поделиться. И начинаем. Заканчивается. Жули. Техника. Читаем. Сегодня мы читаем. Из Санкт-Петербурга. Он же создатель листа. К сегодняшний раз. Усобый. Читаем. Креатив. Вы понимаете. Стихи. Осенние голоса. В третьем. Ему отказали. А так он. Зато. Азии проявил. Необходимо. В. 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 Сейчас команда Тяжелая Очень Не будем Показывать Вы все разберете С нами присутствует Сам Если я не ошибаюсь У нее пальцем В общем Тоже Борьба Будет Стихи Сразу Готовы нам Тоже Скру Байбук Будет выходить Незнакомый Текст Завтра Я На подписку Ну а На подписку Будет Ставьте します В Несколько Месяцев Спасибо Это Онлайн Магазин Огромная Обычные Карандаши Субтитры делал DimaTorzok Судьями. Продолжаем мы ждать третью судью, а пока представляю театр, который дисциплинированно пришел вовремя. Так, встречаем. Арт-директор площадки «Садоход», актер и режиссер в такой театре, педагог актерской школы «Лёгкий» Владимир Кузнецов. Руководитель мультиформатного проекта науки «Зануда», куратор образовательных проектов библиотечного центра «Охта», ведущий мастер-классов и тренингов «Видорист Васянович». Вот это я называю настоящий профессионализм. Как только нужно было объявить человеку, она появилась. Встречаем, стендапный финалист «Гамеди батл» на ТНТ Ольга Макеева. Итак, уважаемые участники жюри, вы знакомы, Ольга, ну придется по ходу дела не вникать, но как вы уже поняли, видите, таблички, цифры, это оценки от 1 до 6, которым нужно будет открыть выступление тех, кто будет читать от своего листа незнакомый текст. Две оценки, текст чтения и артистизм. Но техники должны за ударение считать, но опять же, если наш участник, либо же покоряется моментом, то мы должны поставить максимально ответить. На каждую оценку ответить. Не так или это? Да. Стали цельный. Какие-то проблемы. Особенно в южной. Украинские зрители в Америке. Украинский. И так По нашим сайтам. В каком они уникали. Подняться. Я говорю, что сегодня есть аплодисменты наших чемпионатов, тем более, есть кто пришел по... Аплодисменты... Те, кто пришел по... Спасибо, Турк... Так, поехали! Аплодисменты... Нет... Обращение сразу, если ударить... Он справится... Позвольте, я делать не буду... Кулис как правило... Если... Прийти, то мы с ним... Он... Выбывай... Да... Это... Явка... Возможно, вы читаете... Может быть, это... Это... Вы... Адистировались еще... Правда, что раз сын... Ошибся, поторопился... Никого это не см... В чем дальше... Так... Проверите... По новой... Аплодисменты... Адером... HASK Иванова. День полоток. Икраил. Дорога. Рыбышевская. У нас. Может быть кого-то не надо. Регистрации не указали. Нет? Сколько у нас Четыре Восемь Поехали Поехали Выгадали Поехали Еще раз Поехали 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 Продолжение следует... 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 Пока становится лидером по регионам. Татьяна Лебедева продолжает. 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 А она, мы забыли, что у нее рука, вот, оформляет, а мы обещали сделать. Спасибо. Спасибо. 5, артистизм, 3, баллов у Маталь. 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 6, артистизм, 3, баллов у Маталь. 6, артистизм, 3, баллов у Маталь. 6, артистизм. 5, артистизм. 6, артистизм. больше в первую очередь мне и не два а когда я вот хочу пожелать другие но вот у меня просто нужна она стыдно вспомнить, как она по-идиотски сцепилась в мысль будто между Стивеном и Нагорет что-то есть ибо должно быть виновата она взялась за телефон собрала вместе все письма от Нагорет за 4 месяца самая ранее была заглавлена пожалуйста прости Техника 6-6 5 17 баллов за технику артистизм 5-6-6 и 17 за артистизм 34 балла за третий раунд получает Алюб Казаченко и общий результат 98 баллов то есть уже понятно я уже вышел у меня еще два человека ну раз уж вышел я же делил второе место поехали да 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 все правильно не за мутышек молодцы Элена Ферранте история нового имени потом мы долго целовались за деревом в подъезде посреди темной улицы наконец сели в автобус пересели на другой и доехали до вокзала по пустынной улочке тянувшейся вдоль железной дороги мы пошли к бурдам не переставая целоваться на мне было легкое платье а на улице заметно похолодало но мне было жарко только от вечернего ветерка похоже пробегали мурашки иногда Антонио так сильно прижимал меня к себе что мне становилось больно его губы были горячими как угли и этот жар распалял мое воображение наверное Лила и Стефана уже в отеле думала я ужинают наверное готовятся лечь в постель наверное спать в одной постели с мужчиной и текло Антонио жарко целовал меня его ладонь жадно сжимала мою грудь под хлопком платья и я сунув руку ему в карман трюк поглаживала его член на темном небе всплыкнули светлые искорки звезд пауз спасибо спасибо любимый Кешский Михаил Павлов он всегда с большой любовью их выбирает но совпало с Павловом посмотрим что скажет жюри техника 6-6-6 артистизм 5-6-5 34 баллов пауз пауза общий результат 98 баллов и да пока все до конца непонятно лично мне но Сергей Аркадьевич Платовский уже готов прошу Селеста Инг все чего я не сказала всю весну Лидия убивалась за Джеком или наоборот почти каждый день каталась на его жуке еле успевала домой к ужину прикидывалась будто прямиком из школы пришла очень внезапно случилась эта их дружба никак иначе Нед ее называть не желает Джек с матерью с первого класса жили на углу и когда-то Неду казалось что они с Джеком могли бы подружиться не сложилось Джек унизил ее перед другими ребятами посмеялся когда мать Неда пропала и Неду казалось что она больше не вернется кто бы говорил размышляет сейчас Нед Джек вообще без отцовщины когда Вулфы только приехали все соседи шушукались мол Дженет Вулф разведенка в больнице ночами пропадает а Джек растет что трава в поле в туалеты шушукались и о родителях Неда но его мать вернулась а Джекова как была разведенкой так и осталась и Джек по-прежнему растет что трава в поле а теперь то что вот только на прошлой неделе Нед ездил по делам а на обратном пути видел как Джек выгуливает эту свою псину надобогнул озеро уже сворачивал в тупик и тут заметил Джека на тропинке спасибо и завершил третий раунд Сергей Платовский оценки техника 6 6 6 18 баллов за технику артистизм 5 5 6 36 34 3 4 5 у Сергея Платовского 99 нет 100 баллов ровно 100 баллов ровно это лучший результат из всех участников и поздравляем первого финалиста Сергей возбращайтесь вот дальше да все было крайне непросто возможно сейчас еще один участник команды Зенит присутствовал бы в суперфинале но мне хватило баллов Андрею Лизохину ей не может он составить команду и поддержать своего одноклубника и так еще один финалист с результатом 98 баллов Павел Ломакин и 98 баллов Люба Казаченко и так ну вы помните да что в финале мы читаем стихи 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 в сегодняшнем финале будут посвящены людям без определенного места жительства и вот эти тексты сейчас я положу их на стол предлагаю начать все-таки победителю участнику который набрал больше всех баллов но прежде чем он это сделает я расскажу о том как оценивается финал уважаемые судьи прошу сейчас быть очень внимательными потому что финал мы оцениваем по-другому особенно к вам относятся если ребята там ознакомились с инструкцией на планшете поскольку не успели вот смотрите да сейчас оценки которыми вы не пользовались 1 2 3 вот их подготовки а четверки пятерки шестерки давайте я заберу чтобы они вас не смущали чтобы рука не тянула что тут не хотелось поставить все итак мы подряд слушаем всех финалистов и только после этого мы оцениваем их выступления больше нет шестибальной шкалы и все их результаты в общем-то они обнуляются сейчас их выступления вы оцениваете с чистого листа сложность в том что одну оценку вы можете поставить только один раз и еще один сложный момент когда все трое отчитают и нужно будет оценить не спутайте эти таблички с местами у нас по-прежнему 3 высший балл единицы наименьше это понятно? все если вопросов нет уважаемые финалисты вам все понятно? смотрю на растерянный взгляд нет все ясно раз вопросов нет уважаемые зрители если ни у кого тоже вопросов нет по поводу того как мы оцениваем финал предлагаю начать и первым начинает Сергей Платовский Сергей выбирайте прошу шаг вперед нет 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 все остаются чуть-чуть вот так можно распределиться и внимание стихи о бомжах Владимир Высоцкий это вовсе не френч кан кан не френч вас решили в волшебный фонтан увлечь все течет изменяется бьет не плачь кто в фонтане купается тот богач что прияте в таком раздрыге отупел с нищетой смирясь окунайся в черные брызги окунайся в черную грязь копошатся в ней копошатся наплевать что макри-макриц все надеются оказаться в золотом как сказочный принц не для всех открыт фонтан о нет а для всех сегодня кан кан балет куплен этот фонтан с потрохами весь но обрызги летят между дубами здесь а ворота у входа в фонтан как пасть осторожней можно в капкан попасть если дыры в кармане какой расчет ты утонешь в фонтане другой всплывет аплодисменты вы не хотите оставаться вы нам еще нужны на этом году вот можно присесть итак Павел предлагаю вам продолжить суперфинал Зинаида Гиппиус бродячая собака не угнаться и драматургу за тем что выдумает жизнь сама бродила собака по Петербургу и сошла собака с ума долго выла в своем подвале ей противно что пол не чист прежних невинных нету в зале завсегдатаем стал чекист ей бы теплых помоев корыто чекистских красных она не ест и обезумев стала открыта она стремиться из этих мест беженство всем известна картина было опасности без числа впрочем собака до Берлина благополучно добрела здесь останусь решила Псина будет вдоволь мягких помой народ знакомые родные лица вот Есенина вот Толстой увы и родные не те уж ныне нет невинных грядин подвал и тот же дьявол чекист в Берлине правит тот же красный бал пришлось собаке в Берлине круто бредет качаясь на худых ногах куда не найдет ли она приюта у нас на сянских берегах что же здесь каждый бродяга собака и поглупел скажу не в укор конечно позор на собака однако это еще невинный позор суперфинал Любовь Казач у всех были русские стихи а у меня переводные везет на сегодня нет но тем не менее если думали что поэзия про бомжей значит какие-то маргинальные поэты должны быть однако везет 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 что меня живет один мне в шапку грушки дает другой не взглянув идет спешите мир вас ожидает старик бродяга без вас умрет от старости я умираю не умер с голода я ждал хоть при смерти покоя узнаю да нет в больницу не попал давно везде народ набился все нет ему счастливых дней я здесь на улице родился старик бродяга и умр я с молоду хотел трудиться но слышал в каждой мастерской не можем сами прокормиться работы нет иди с умой у вас твердивших мне олени сбирал я кости по дворам и часто спал на вашем сене старик бродяга благодарен приняться мог за воровство нет лучше бы помер разбирать дорога яблочко чужое едва решался я сорвать но двадцать раз меня сажают к востоку нападая себе одно что делать не могут старик бродяга солнце не в тебе что люди вы не раздавили меня как бредного червя нет лучше б вовремя учили что мог полезен стать и я я б был бы не черв пчелой но от невзгод никто не спас я мог любить вас душой старик бродяга проклинает ну я не знаю что я не знаю что я не знаю я не знаю я я считаю финалисты достойные но чемпион может быть только один никаких вот третьих мест вообще все кто сегодня участвовал кто не победит по традиции нашего чемпионата получают второе место поэтому каждому в электронном виде отправлю гранту на электронный адрес за второе место это важно это важно это важно ну а кто же получит диплом победителя а также бонусы и подарки от партнеров чемпионат мира почти не услуг на русском языке открою итак приступим Ольга давайте начнем с вас да сейчас вот так что нужно всем показывать оценки буду пытать вас по одному чтобы растянуть этот прекрасный процесс да но вам самая как бы простая задача сейчас кому вы поставите два вот видите все наши суперфиналисты вот посмотрите в глаза они могут напомнить что они читали вот Сергей Колодовский был Высоцкий если я правильно помню Зинаида Гипниус у Павла и зарубежный переводной поэт да любимый Милюй Беказаченко поэт и крючок два сразу не один не три а прямо прямо два да усложним задачу теперь нельзя посмотреть что там ставили коллеги поставлю-ка я такую же или среднюю оценку ответственность понимает ли на вас теперь очень высокая поэтому не переживайте двойку поставить легче чем тройку или единицу поэтому выбирайте ну почему очень приятнее у вас еще будет такая возможность я забыла как зовут вот первый Сергей да Сергею вы ставите два ну что же помечаем так 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 Владимир 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 скажите а что вы поставите павлу ломать с чего начали я правильно понимаю что вы сейчас забыли все что было до этого и ну понимаете я конечно вот так говорю а вы можете говорить да я оцениваю с чистого листа а на самом деле по рекламенту да по рекламенту мы оцениваем только выступления в финале все результаты обнуляются поэтому все суперфиналисты они с одинаковым количеством итак я уже все написал и менять решение уже поздно поздно с Павлой хочется начать вала я Павлу единичку скажу Павлу единичку так Виталийс у нас без оценок Люба сидит грустная такая растерянная какую оценку вы поставите Люба очень сложно судить потому что тут тоже как карта ляжет Люба сидит зло но это не повод жильец у меня ошибки но как единицы Люба понятно так ну что же до вечера давно перестал быть тонным так возвращаемся Оля к вам итак вот вы рвались тройку поставить вот теперь ставьте тройку ну так и я же единицу буду подать на кого конечно допустимо поэтому видите уже третий раз вас пытать не буду ограничимся такой двухразовой пыткой в финале я так разрываюсь между объективностью и просто я короче с самого начала болела за Любу не знаю может потому что и Татьяна Масквена досталась я был знаком и вот и как-то вот очень понравилось мне а Павел ну великолепен но у меня столько будущих Павлов я это не а активность подтверждает поэтому Павлу я ставлю 3 а понятно Павлу 3 любим единицу сейчас мы все садим ну что же итак Оля отмучилась мужчины смотрю на вас то есть вы понимаете что от вас многое зависит теперь вот так что не ошибитесь я не буду заниматься фанаты участников могут ожидать вас после турнира шутка итак Владимир а вы кому поставите тройку я не знаю как вы будете все это считать я поставлю тройку вы поставите тройку так 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 двойку получает Сергей ну что же Виталикс вам как самому строгому самому непредсказуемому следуя со своей системой общей оценки со своим подходом вот сейчас выпадает шанс собственно доказать насколько вы последовательны в том что вы помните говорили да вот кто бы меня удивил я же бы тому я и поставлю высшего поэтому давайте будем тянуть кому тройку Виталикс ну для меня довольно все очевидно у Павла идеальная техника супер голос остается приятным просто вкусом в голове однако он получил три галочки а Сергей прочувствовал ритм и вот слово фонтан и ты там морешься вот этот образ поэтому у него четыре галочки Итого результаты нашего суперфинала в следующем образом Люба пять баллов ну и тройка Владимир я считаю это очень хороший результат сто процентов с вами мы не прощаемся увидимся обязательно в следующем сезоне но это третье как бы место оно же второе еще одно второе место да у Павла Ломакина поэтому в следующем встрече ну одевайтесь суперфиналисты готовы мы встречаем в нашей стороне что это капитан команды живы помог Сергей Павловский Сергей а у нас там диплом не готов если готов давайте вот сейчас мы его вручим торжественно хотел сказать огромное спасибо вам судьи вы были классные мне понравилось как вы судили я такое редко говорю аплодисменты для наших суперфиналистов всех вас вы можете занять бонусы в нашей секретной успехе мы будем использовать дальше ну если конечно вы на самом деле еще согласитесь спасибо вам уважаемые участники все кто выходил сюда сегодня давайте поприветствуем дважды чемпиона Питера но сегодня не 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 а первый раунд а действительно тяжелатый срезов а много было непредсказуемо много неожиданного я честно говоря несколько раз думал о том что в финале будут совсем другие люди но тем не менее получилось так как получилось у нас диплом а вот он а все вижу так сергей ну пока пока не буду сюда спасибо можно все это хотите сейчас небольшое что не надо на меня для наших советов Сергей сохранять социальные места все в порядке я думаю уже социальная дистанция не поможет нас не спасет и уважаемые участники я прошу вас присоединяйтесь к суперфиналистам давайте сделаем групповое фото в нашей группе вконтакте обязательно все фотографии будут опубликованы также на сайте пространство линий вы тоже найдете себя пожалуйста так те кто повыше ребят вперед да кто пониже там есть ступенька можно туда да 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 а вы же здесь побал есть да уважаемые судьи Так, убрали телефон. Последний штрих прошел к нашим участникам. Без вас какое вообще может быть фотография? Дайте паузу, что вам приделать. У тебя такая возможность лично приделать, как только доберешься. Так, ага, внимание. Так, все, у меня все. Друзья, все фото мы выложим в группе Библиотеки Линии. Просто убирайте Библиотеки Линии, там будет очень много фотографий. Еще секундочку. Еще, да, буквально секундочку. Спасибо большое. И всем рассылочку сделаем. Да, также по электронной почте доберусь до дома, но сегодня-завтра сделаю. Коды, о которых я говорил вначале, тоже всем лучше не стану. Спасибо огромное. Спасибо всем, читайте хорошие книги.